Парад на Стефановской площади в этом году оказался самым масштабным и красочным за всю историю празднования 9 мая в Сыктывкаре. Отобранное годами театрализированное представление, а также чеканистый марш после десятка репетиций смотрелся идеально. Впервые в нем приняли участие десантники и кадеты. Максим Васильев расскажет о том, что увидели зрители. Солдатам победы! Ура! Слова благодарности и уважения ветеранам с центральной трибуны первым произносит Вячеслав Гайзер. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта победа, говорит он. И в память о тех, кто не дожил до счастливого дня глава республики объявляет минуту молчания. Всенародный праздник Великой Поведы объединяет всех нас, наполняет души людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий горностью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы своего народа. Перед личным составом подразделений различных видов войск зачитывают поздравительное письмо от министра обороны Сергея Шайку. И снова на Стефановской площади гремит троекратное ура. Под звуки легендарной композиции Александрова «Священная война» парад победы в Сыктывкаре открывает чеканящий шаг знаменосцы. Почти идентичной копией знамени победы. Наследникам Великой Победы кадетам выпала честь идти первыми. Обладатели вымпела Черноморского флота. 60% это спортсмены-разрядники. Подрождение кадетского движения в России продиктовано временем. Инженерно-саперный полк, бойцы ОМОНа, сотрудники УФСИН и даже голубые береты. И пусть десантники свое уже отслужили и на параде прошлись в основном дембеля, уставной сноровки им было не занимать. Коробка чеканила шаг ничуть не хуже действующих подразделений. Продолжая славные традиции героев Великой Отечественной войны, десантники участвуют во всех боевых действиях при защите интересов Российской Федерации. Праздничную программу открывает ансамбль народной песни. Стефановская площадь вмиг превращается в сценическую площадку. Каждый куплет инсталирован визуально и почти дословно. Вальс Вальс – самая популярная композиция довоенных лет. В Сыктывкаре его исполняют массово. Это символ счастья и безмятежности советских граждан. На площади воспроизведена атмосфера июня 41-го года. Ветераны говорят, день начала войны они не забудут, так же, как и самый счастливый день в своей молодости – День Победы. Объявили по радио рано утром. И весь город, и всех этих деревянных домов, город был деревянный. Вышли на улицу все, представляете, визжали от радости, прыгали, плакали, обнимались, целовались. И потом все жители собрались в парке. Следующий шлягер 40-х – Риорита, прерван свистом авиабомбы. Черными крыльями смерти спокойствие уничтожила образная война. Гитлер и его окружение, уверившись в непобедимости немецкой армии, рассчитывали на близкий рик и войне против СССР. Фашистские полчища налетели на нашу землю! Период оккупации русских земель – это огонь, смерть и разруха. Бойцы Красной Армии – единственные, кто смог противостоять фашистской чуме. Хотя они были обычными людьми, без семи пядей волны. Это была смертельная схватка. Весь народ поднялся на браву с врагом. Наше Отечество стало кузнецей многотысячной армии героев. Многонациональная музыка военных лет – это не только куплеты «Землянки» или лирика «Синего платочка». Это еще и зажигательная лицгинка, украинский залихвастский гопак и русский хоровод. Ужас и боль концлагерей – еще одна печальная страница Великой Отечественной. Ухенвальда, Свенцем, Дахау, 1100 лагерей смерти, 18 миллионов узников. Тогда бы знало, сколько человек погибло в грязных лапах палача. Земля б не подняла в его вовек, здесь жило солнцем своего луча. Города-герои Великой Отечественной и на вечном молодые лица солдат – та память, которая будет с нами вечная, о которой любит петь, наверное, главный музыкальный символ Великого Дня Победы – Лев Лещенко, вызывая у ветеранов слезы радости. Максим Васильев, телеканал Юрген, Степливкар.